Вот этот вот внешне ничем не примечательный кусочек синтетического материала нынче на вес золота. Месяц назад маски пропали из всех аптек. Когда они появятся, неизвестно. Масок нет не только в аптеках. У поставщиков они тоже отсутствуют. Сроки, когда изделие привезут, никто не называет. Специалисты советуют прибегнуть к старому испытанному способу сделать маски самим, из марли. Этот материал в аптеках есть. Это несложно, сшить там себе маску из марли. И к тому же ее удобство в том, что она неодноразовая. Вы ее постирали, прогладили утюгом, пожалуйста, вы можете ее использовать. Может, это даже и удобнее, чем вот это вот из нетканого материала маска, которую через два часа вы выбросили и все. В период эпидемии взрастает спрос на противовирусные препараты. Недостатка в них в саровских аптеках нет. Антисептические гели для рук и средства для санитарной обработки дверных ручек и других поверхностей в нашем городе тоже можно легко найти. Есть приборы, которые могут убивать бактерии с помощью, например, ультрафиолетового излучения. Пожалуйста, солнышко. Вот представлено у нас разных мощностей лампы ультрафиолетовой, которыми можно облучать помещение, обеззараживать. Кроме того, с 18 марта и до особого распоряжения аптека на перекрестке проспекта Ленина и проспекта Мира переходит из режима дежурной аптеки на круглосуточную работу. Более подробную информацию можно получить по телефону 603-68. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.